За последние недели на Тайване с визитом побывал ряд высокопоставленных чиновников. Наблюдается и общая тенденция налаживания связей между Пекином и Тайбэем. Китайский профессор права, живущий в изгнании, предупреждает, что более тесные отношения между Тайванем и китайским режимом могут навредить Тайваню. В среду в Тайбэе Юань Хунбин опубликовал свою последнюю книгу «Основные государственные стратегии Тайваня». «Эти высокопоставленные коммунистические чиновники в действительности диверсионная команда, посещающая Тайвань, с намерением присоединить его, осквернить его свободу и демократическую систему». На Тайване и в материковом Китае разные системы правления с 1949 года, после того, как китайская народная партия Гоминьдан потерпела поражение от Компартии в гражданской войне и отступила на остров. Режим Компартии считает Тайвань своей территорией и намеревается объединить остров и континент. С 2002 по 2008 на Тайване правила демократическая прогрессивная партия, которая придерживалась курса на независимость острова, и лояльностью к Компартии Китая не отличалась. Когда в 2008 году к власти вновь пришёл Гоминьдан, им был выбран курс на сближение с Пекином. В июне этого года Тайвань и Китай подписали историческое торговое соглашение, после чего на острове с визитом побывали многие высокопоставленные чиновники Компартии. На прошлой неделе с целью переговоров в сфере торговли и культурного обмена Тайвань посетили заместитель губернатора провинции Шиньси и директор государственного управления КНР по делам религии. По словам профессора Юаня, подобное развитие отношений является частью стратегии китайского режима. «У Компартии Китая есть концепция неограниченной войны. Это означает, что концепция войны больше не ограничивается только военными действиями. Она также включает политику, экономику, культуру и религию. Режим использует их, чтобы тактически навязать Тайваню свои политические и экономические интересы». Юань говорит, что тайваньским чиновникам нужно настороженно относиться к намерениям китайского режима. «Правительству Тайваня следует быть осторожным. Оно должно стать щитом для свободы Тайваня, а не союзникам китайского режима в его стремлении захватить на Тайване власть». По словам профессора Юаня, в марте этого года китайский режим сформировал так называемый «Рабочий комитет по выборам в Тайване», который возглавил лидер КНР Худзинь Тао. Юань говорит, что этот комитет намеревается использовать свой контроль над политическими, социальными и информационными ресурсами, чтобы гарантировать пребывание партии Гоминьдан и после проведения всеобщих выборов 2012 года. В своей предыдущей книге под названием «Бедствие Тайваня» профессор Юань Хунбин утверждает, что китайский режим поставил цель присоединить Тайвань к КНР к 2012 году.